итак здравствуйте дорогие друзья с вами опять виталий холусов и мы продолжаем с вами редактировать уже установленный установленную джунлу 1 5 и установленные вместе с джунлой шаблон это как бы так называется квик-старт то есть быстрый старт то есть быстро то есть установка джумла вместе с шаблоном и с демонстрационными данными вот это очень удобно потому что вам не нужно вот настраивать потому что все вот эти вот компоненты которые здесь стоят да вот эти вот модуль с этими вкладками вот эти вот это все вам пришлось бы настраивать если бы вы устанавливали шаблон отдельно на уже установленную джунлу а когда вы пользуетесь установленным комплектом то у вас уже здесь все настроено установлено вам нужно только изменить тексты рисунки еще что то так вот значит рисунками займется дизайнер и так для того чтобы нам все это дело менять нужно зайти в административную зону значит давайте посмотрим где она находится и так вот здесь мы видим адрес нашего сайта и вот здесь дальше мы пишем дополнительно латинскими буквами администратор и нажимаем enter все вот нам открывается специальная панель входа в административную зону мы сюда вставляем логин пароль которые указали при установке джунлу и нажимаем войти но логин все замечательно и там здесь тоже все по-английски но не пугайтесь дорогие друзья сейчас мы сделаем по-русски для этого мы идем вот сюда лэнги лэнгвич менеджер менеджер языку нажимаем и видим здесь только английский здесь перевод сайта английские здесь перевод административной части тоже установлен английский значит нам нужно установить дополнительные языки на самом деле джумла поддерживает множество языков и это прекрасно господа прекрасно вот поэтому надо их только установите можно будет делать сайт на множестве языков так для этого идем вот сюда расширение установка удаления до install install у не стала нажимаем так так выскакивает у меня перевод постоянно значит здесь не надо ничего вот прямо здесь все устанавливается и всякие модули компоненты и все 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 значит нажимаем кнопку обзор и на компьютере нашим находим папочку есть не только для эксперимента вот почему там зачатывается сайта а саму русификацию можно сказать скачать на 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 так и и можно скачать на сайте сайте joomla.org или joomla.ru, там в принципе есть и последние версии для обновления и все такое прочее. Так, значит, сейчас я вспомню, где она у меня лежит. Так, вот здесь специальная папочка joomla, нет, не здесь, вот, так, нет, это не то, ага, это обновление, так, ну ладно, сейчас найдем. Ага, вот нашел обновление и русификация. Так, вот это все обновление, а вот русификация. Значит, вот здесь два фишки административной зоны и сайта внешней зоны. Начну с любой, начнем с административной. Нажимаем загрузить и установить. Вот, мы видим надпись такую. Установка произошла, прошла успешно. И сразу сгрузим второй пакет. Загрузить, установить. И тоже видим, загрузка успешна. Вот теперь мы идем вот в эту вкладку и языковой менеджер. Нажимаем. Так, и теперь мы видим, появился Русян. Мы ставим здесь радиопереключатель. И вот здесь нажимаем звездочку. Поставить по умолчанию. Шмяк. Все, замечательная звездочка у нас переместилась на русский язык. И административную зону делаем то же самое. Ставим радиопереключатель на русский. И нажимаем здесь звездочку по умолчанию. О, вы видите, сразу все поменялось. Теперь уже все по-русски. И мы здесь можем ориентироваться. Значит, следующие настройки, которые я рекомендую сделать сразу. Так, во-первых, смотрим, да, панель управления. Вот это то, что вы открываете сразу, когда входите. Видите, здесь даже вот эти кнопки тоже поменялись. Мы видим, да. Вот языки, меню. То есть уже все понятно. Но здесь есть вот этот модуль. Стоит. Welcome to Joomla. Он нам, в принципе, не нужен. Он всегда открывается. И так, в общем-то, глаза мозолят английским языком. Давайте его уберем. Убирается. Мы идем в расширение. Менеджер модулей. И здесь есть модули сайта и есть модули административной зоны. Нажимаем административная панель. И вот он у нас сразу первый стоит. Welcome to Joomla. На самом деле это можно просто удалить. Ставим галочку и нажимаем удалить. Все, он у нас удален. И теперь, если мы зайдем в сайт, в панель управления, то мы увидим, что у нас здесь сразу вот пользователи, да, пользователи, которые вошли. Вот. У нас есть только мы. Администр. Это хорошо. Так. Ладно. Остальное пока можно оставить. Дальше. Мы идем в общие настройки. И посмотрим общие настройки Joomla. Так. Что у нас здесь есть? Сайт выключен. Вот здесь вот можно пока вы еще не сделали дизайн, не сделали то, сё, пятое, десятое поставить. Да. Выключен. Давайте поставим и посмотрим, как будет он выглядеть. Нажимаем применить. Вот, конфигурация была обновлена. А чтобы посмотреть внешнюю сторону, вот здесь есть такая ссылочка. Сверху, да, справа, просмотр. На нее нажимаем и в новой вкладке открывается у нас страница. Вот видите. Просто она закрыта. Сейчас сайт закрыт на техническое обслуживание. Пожалуйста, зайдите позже. Это дает нам возможность, во-первых, поисковики не проиндексируют. Но, то есть, пускай они проиндексируют тот текст сайта, который мы потом поставим, а не то, что есть сейчас. Вот, чтобы наш сайт как бы индексируется правильно, поэтому мы его закрыли. Ну и другие пользователи тоже ничего не увидят, пока у нас там идет работа. Дальше. Так, имя сайта. Вот это очень важно. Здесь надо продумать все и написать побольше. Может быть, какую-то фразу хорошую. Так, визуальный редактор. Здесь менять ничего. Длина списка. Предлагаю поставить 100, чтобы там несколько раз не открывать разные страницы. Так, минимально. Авто. Вот здесь это можно удалить. Ключевые слова. Так, ключевые слова. Запомните тоже. Это для всего сайта ключевые слова. Здесь можно ключевые слова ставить для каждой страницы. Это очень выгодно. Но для всего сайта тоже можете поставить. Использовать заголовок да. Использовать тоже да. Вот эти настройки мы с вами потом поставим. Потому что здесь надо некоторые уже на хостинге некоторые настроечки сделать. После чего можно будет установить. Так. Нажимаем сохранить. И переходим к следующей вкладке. Система. Так, что у нас здесь. Так. Это не надо менять. Разрешить. Разрешить регистрацию пользователей. Да. Ага. Зарегистрировано. Активация нового пользователя. Это, видите, да, подсказка. Если выбрана да, то система требует активации учетной записи пользователя через e-mail. Это очень правильно. Потому что если человек не активируется через e-mail, значит, он, ну, спамер, хакер, непонятно кто. Так. Параметры пользователя. Показать. Хорошо. Так. Здесь, в принципе, ничего не надо менять. Я обычно ничего не меняю. Так. Откладка системы. Теширование не надо включать. Не советую. Так. Вот. Время жизни сессии можно увеличить. Там. 180 минут. Нормально. Так. Сохраняем. Применить. Идем дальше. Сервер. Так. Здесь у нас, в принципе, тоже ничего не надо менять. Вот. Время можно поменять. Так. Я использую время Москва, Санкт-Петербург. Так. Здесь ничего. И здесь ничего. Все. Время поменяли. И хватит. Ок. Сохраняем. И так, дорогие друзья, мы с вами уже сделали русификацию. Так. Закрыли сайт. Так. Закрыли сайт. В следующем уроке. В следующем уроке я расскажу, как установить дополнительные расширения. Менять тексты. Вот здесь все материалы. Менять различные вот эти вот вкладки. Которые. Да. Вход сюда тоже по логину, паролю администратора. Можете войти или там. Вот. Нажимаем войти. И у нас все открывается. И мы можем, в принципе, работать и видеть, что мы сделали. А другие люди не смогут видеть. Вот. Как вот эти вкладки редактировать, мы посмотрим в следующем уроке. Ну что ж. Спасибо за внимание. С вами был такой профессионал Виталий Хлусов. Так что до следующей встречи. Не скучайте.